мир вам уважаемые гости и подписчики подержать так чтобы не выключить ничего снимаю одной рукой я другой показывать все буду эта машина лучник 82 на прошлом видео я сказал что этого машинки невозможно сделать шаг стирка более 4 миллиметров все это маркетинговый ход или обман или так не знаю что это на пятерка это тут вообще попугаях или в польских единицах потому что мы это модель польши потому что но это не 5 миллиметров никак и так как же сделать на этой машинке шаг более 4 миллиметров 5 может даже 6 до этого сейчас покажу по шагам как это сделать некоторые нужно сделать нести конструктивные изменения игра с эксцентриком не к этому не приведет ничего то есть эксцентриком играясь вы не сделаете шаг 5 миллиметров но эксцентрик тоже надо настроить чтобы вот как там может увидели урок белорусского мастера чтобы в момент когда рычажок поднялся вверх у вас остановилась зубчатая рейка а потом начало пускаться вниз все это тоже нам придется настроить вам вы на стану вас это настроено допустим на завода еще настроена мы еще на момент надо настроить перейти чем продвигаться дальше к другим советам которые буду говорить смотрите как у меня двигается зубчатая рейка в момент ее поднимания она поднимается со возле самого края возле самого края прорези вот тут возле самого края то есть она начинает подниматься потом отсюда с этого места начинает двигаться вперед если у вас не так дальше не слушаем а сначала настраиваем вот это как это сделать берем машинку переворачиваем это такая же машинка как тоже лучник тоже все то же самое только краска бывает переворачиваем и вот этот винтик ищем его опуск попускаем тоже при откручиваем так чтобы крутился вал вал нам нужно покрутить против часовой стрелки чтобы вон те рычаги которые двигают зубчатую рейку поднять вверх из особо зубчатая рейка уперлась прорезь то есть в этом положении когда она у вас вот смотрите не в этом положении когда опущены на при поднимаем но еще не двигается она и в этом положении при откручиваем тот винт и поднимаем зубчатый рейку до самого упора пинт затягиваем назад фиксируем все это чтобы у нас не сбились настройки теперь эти дальше нам нужно вынуть вот этот вот рычаг тут у вас штучка такая нам там вам нужно его вынуть как это сделать переворачиваем опять машинку или не опять может она вас таком положении еще осталось он там вон и окрепление вон там внизу увидите вот тут вверху винтик без шляпки его надо при открутить тот который внизу со шляпкой трогать не надо вот тут винтик саш без шляпки вверху его надо при открутить что такое фокус фокус в общем вы поняли да вот тут винтик без шляпки вверху надо при открутить при открутили далее вот этот рычаг должен вас спокойно вынуться если не вынимается там не бойтесь его как-то расшатать пока не вынесет потому что может там закисло что-то или еще что-то если при открутили достаточно тут нет никаких позов он цилиндрический вот в таком положении видите вот в таком положении в это нормально его положение завода вот так вот рычаг стоит такой заугольный вверх это завода так она установлена мы же теперь переворачиваем этот рычаг переворачиваем и ставим на место но подымать не спешим почему сейчас объясню смотрите когда я начинаю подымать рычаг вверх вместе с этим рычагом движется и зубчатая рейка то есть я подымаю так три с половиной пока три с половиной и спали что происходит теперь начинает двигаться звучит рейка не самого края вот отсюда да а чуть-чуть она уже подвинулась это идет от передних начальных состояний и двигается она до самого края прорези и почти упирается если я подниму рычаг еще больше она упрется и двигаться дальше не будет и машинка немножко так заклинит их не будет ничего шить вот так вот видите можно в принципе я предполагаю если в этом положении когда у вас рычаг вот поставили вы зубчатую рейку переднее положение да если поднять назвать еще место сколько получается и опять раз открутил этот винтик и опять зубчатую рейку подвину сюда можно добиться еще большей строчки но я этого не делал почему потому что смотрите вот здесь вилочка она вместе сейчас как бы так чтобы видно было и фонарик светил вот и она вот этим вот соединена с рычагом вот там он у вас уходит туда вперед который отвечает за продвижение ткани если носились чур будет задрата вверх вилочка на вилочку передается лишнее напряжение нами так объяснили мастера и по сути она может и сломаться поэтому если вы через чур будете на нее давить она может сломаться я видел машинку родом со сломанной вилочкой я не знаю почему это сломалась на той машинке что там случилось но она была сломана поэтому еще один момент смотрите если вы еще больше накрутите продвижение ткани то поставить машинку положение нормальное положение вот переворачивание обычный обычный переворачивание тверачага не получится у вас потому что века продвижение будет при вот этом когда вы начинаете поднимать ее до на вас будет подниматься в пластину она будет упираться потому что она слишком подвинута сюда и у вас будет шаг больше но придется опять все это перестраивать я сделал так что перестраивать ничего не надо просто перевернуть надо рычажок чтобы добиться 5 миллиметров и вот смотрите что у меня получилось ставим фонарик пытаюсь настраивать чтобы он ярко светил тонноломный фонарик как назло она может быть даже кто-то так и лучше хотя не подключим его совсем вот так шьет машинка шьет 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 это у нас нормальное положение а теперь ненормальное теперь я перевернул рычаг и шью в другом положении смотрим что у нас получилось вот смотрите шов нормальном положении рычага сколько тут я подозревал 4 миллиметра а вот теперь пошел шоу другой видите вот вот шов нормальное положение рычага я перевернул рычаг и пошел шоу совсем другой судя по квадратикам если вот померить до между квадратиками тут советская тетрадка тут пять миллиметров от полоски до полоски получится где-то 6 укол пластической полоской где-то пять с половиной 6 миллиметров так что видите как вот так вот можно добиться от этой машинки только 5 миллиметров может она так на такой рассчитана я не знаю может мастера просто предупредить забыли в инструкции я не прочитал у меня есть инструкция может я не прочитал может там где-то есть написано я не знаю в общем только так можно добиться на этом машинке 5 миллиметров смотрите но смотрите на все на все на свой страх и иск ну все вот эти изменения внесенные машинку они могут повлиять на вот так на все это работоспособность чё напомню вот это нормальное состояние загуголенной вверх спасибо за внимание если кому-то понравилось ставьте лайки подписывайтесь не подписывайтесь как хотите я не не собираю подписчиков я просто делюсь информацией которые считаю нужной важной или неважной но интересно для кого-то кто-то может сейчас ищет информацию в интернете как же на этой машинке сделать строчку 5 миллиметров вот так не особо много изменений будет то есть это не так как на фэмзе там надо пилить что-то и так далее тут просто все таки настройки остаются у вас до зуб продвижение ткани она и так принципе должно быть от от края и начинаться и вперед и только вы меняете положение рычага все если вы не взрываете тут винтик а вам надо иногда 5 миллиметров строчку вы просто вынимаете его переворачиваете уже вам 5 миллиметров и ставите потом обратно если вам лентом переворачивать что-то крутить не влияет ни на что все спасибо за внимание до свидания